Готовность номер один. К концу недели в дневное время суток установятся минусовые температуры воздуха. Чистить дороги от снега и подсыпать во время гололёда придётся ежедневно. Сегодня мэр Итхам Акбулатов проверил готовность городских служб к зимним напастям. Все ли заявки обработают день в день, выясняла Ольга Хохлова. Он получил, это он расписался в том, что получил эту информацию. А так он отчитался, что работа выполнена. Кто контролирует результат проделанной работы? Ответа на этот вопрос Итхам Акбулатов на выездном совещании не получил. Схема понятна. Заявка от жителя города поступила, её передали ответственному мастеру. А вот то, как он выполнил работу, останется на его совести. Этой зимой контролировать выполнение заявки будет специальная комиссия. В неё войдут жители Красноярска, служба 205 и предприятия, которые фиксируют выполнение работ. Ну, одна была у меня заявка вся. Осенью работы для спецтехники немного. Где-то грязь убрать, где-то листья. А вот уже с первым обильным снегом на улицу придётся вывезти все машины, которые есть в наличии. А их у города больше трёхсот. Контроль за ними будет осуществляться круглосуточно. Посмотрите, это программа прошлого года. Здесь на экране мы видим всю спецтехнику, которая в данный момент работает в городе. Но есть и программа нового года. Посмотрите, здесь отображены 18 самых проблемных точек, где чаще всего приходится убирать снег, делать подсыпку или, например, чистить дорогу от гололёда. К зиме такими камерами оборудуют почти 30 участков. Благодаря ещё одной особенности можно будет работать на опережение. То есть обрабатывать проезжую часть быстрее, чем начнётся гололёд. Мы планируем на эти видеокамеры установить датчики температуры. Для чего они нужны? Если мы говорим о переходе температуры через ноль, это самый напряжённый этап содержания уличной дорожной сети. То растаяло, то замёрзло. Соответственно, эти датчики будут нам показывать температуру на каждом участке дороги в городе. Все заявки от жителей поступают в единую службу 205. До 17.00 специалисты обязаны устранить проблемы на участках. Кстати, сообщать о них вскоре жители смогут на сайте НашКрасноярскыров. Вскоре он сменит режим работы с летнего на зимний. Ольга Хоклова, Сергей Раков, 7 канал, Новости 24.